О менее заметных, но значимых новостях региона сейчас коротко расскажет моя коллега. Между Южно-Сахалинском и Долинском стартовал карточный ремонт дороги. Дефекты устранят на площади 11 тысяч квадратных метров. На участке задействованы 32 человека и 15 единиц техники. Для обеспечения безопасности установили временные дорожные знаки. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в южных районах Сахалины работы должны выполнить к 1 июня. В остальных муниципалитетах, включая Курилы, до 15 июля. Жители СНТ Южно-Сахалинска могут стать участниками программы социальной газификации. Есть несколько условий. Земельный участок должен находиться в границах газифицируемого населенного пункта. Также на домовладении должно быть зарегистрировано право собственности в качестве жилой постройки, предназначенной для постоянного проживания. Сейчас мы начнем уже собирать документы с СНТ на предметах газификации. Ну и собственно в этом году уже планируется, что некоторые СНТ будут газифицированы. Всю подробную информацию можно узнать на сайте администрации города. В Южно-Сахалинске состоится православный молодежный пасхальный бал. Его проведут 19 мая в 17.00 в Кафедральном соборе Рождества Христова. Мероприятие состоится уже в третий раз. Бал откроет выставка картин, написанных участниками православного проекта «Собор» и художественного коллектива «Нева-Передвижники». Затем полотна представят на аукционе, где гости смогут их приобрести. На Сахалине определили победителей и призеров кожаного мяча. Соревнования по футболу прошли среди ребят 2013-2014 годов рождения. За награды турнира бились 15 команд из разных районов области. По итогам сыгранных матчей золото завоевали футболисты из Хомска. Серебряным призером стала спортшкола из Ноглик. Бронза у Южно-Сахалинска.